Всем привет! Добро пожаловать на нашу утреннюю кухню. Очень здорово, что вы решили сегодня с утра посмотреть наш утренний развлекательный канал и кулинарную рубрику в частности, потому что мы продолжаем, так скажем, бороться со стереотипами. Я вот тут пытался вспомнить, что же вот в детстве, вот какие у меня ассоциации были с рыбными котлетами, знаете, и ничего хорошего. При слове рыбные котлеты у меня бежал неприятный холодок по спине, потому что те котлеты, которые подавали в школьной столовой в советское время, как правило, котлеты из минтая, ну, были попросту отвратительны на вкус, на запах. И впервые, когда я, так скажем, стал думать по-иному, когда впервые попробовал щучьи котлетки из свежевыловленной щучки. Но к ним мы, наверное, с вами еще вернемся, потому что у нас впереди еще серия передач, так скажем, с выездом на природу, и я надеюсь, что мне и удастся поймать эту щуку. Поэтому сегодня у нас будут котлетки немножко из другого рыбы. Вот смотрите, я всегда стараюсь выбирать продукты для передачи очень, так скажем, приличного качества. Да, здесь вы видите прекрасные овощи, лайм, лимоны, шампиньончики свежие, здесь у меня рис хороший. И вот среди всего этого великолепия, вы видите, вот затесался такой гадкий утенок под названием Горбуша. Ну вот не виноваты мы, что до нас она доплывает в довольно-таки печальном таком виде, да. Я специально, можно, конечно, было выбрать что-то поприличнее, но я специально взял вот в магазине, какая вот попалась, такую купил. Перемороженная, вся какая-то вот некрасивая, да. Наверняка жарить ее просто так довольно-таки скучно, поэтому именно из Горбуши мы сегодня сделаем котлеты. И еще дело в том, что Горбуша, наверное, самая сухая, нежирная рыба из всех, из всего семейства лососевых. Поэтому мы будем тоже, превратим это, этот минус в плюс с помощью специальных добавок в фарш. Ну что ж, давайте начнем. Для начала у меня уже разогревается сковородочка. Нужно обжарить лучок. Лучок я нарублю так вот помельче. Можно, конечно, лучок не обжаривать, добавить в фарш его яйца легко, но знаете, рыба готовится крайне быстро. И лук может не успеть приготовиться. Я уверен, что блюдо из рыбы лучше всего готовить на сливочном масле. Немедленно, оно быстро горит, ничего страшного. И обжариваем лук до готовности. Убавим маленечко огонь. И вот думаю, что масло сливочное у меня чуть-чуть вот так, чуть-чуть потемнело, но оно зато дает нам очень такой интересный запах. И, кстати, о запахах. Смотрите, вы наверняка все знаете, что в котлеты идет какой-то хлеб, да, размоченный в молоке, сухари очень часто берут. Я хочу поделиться с вами одной фишкой. Я всегда в котлеты добавляю не просто хлеб, я хлеб этот, не просто сухари. Я сухари эти поджариваю обязательно, чтобы вот пахло именно вот таким уже печеным хлебом. Вот запах печеного хлеба дает немножко непривлекательному запаху рыбы. Он делает, облагораживает этот фарш и делает его более таким вкусным, что ли, желанным. Я бы даже так сказал. Сухари. Они у нас пойдут не только в фарш, но и мы сделаем из них же панировку. Не забываем помешивать. Потому что панировка, которую продают уже готовую в магазинах, это, конечно, вариант, это, конечно, выход из ситуации. Но очень часто туда добавляют различные какие-то специи, которые, может быть, мне не нравятся. Бывает и такое, грешат производители, добавляют туда усилители вкуса. А вот такой настоящий хлеб обжаренный, уже пахучий, будет гораздо более выигрышным вариантом. Здесь у меня один целый батон. Он высушился, уменьшился в размерах. Все, лучок можно выключать. Ему много не надо, чтобы приготовиться. Если вы помните, сравнительно недавно у меня на кухне появилась вот эта замечательная мясорубка. Я поначалу очень скептически отнесся к ней. Ну что это такое, думаю, мясорубка, это мясорубка должна быть. А тут какая-то такая изящная вещь. Но она настолько оказалась функциональной. А у меня ребенок очень любит разнообразные котлетные изделия, да, что-то из рубленного фарша. Это фрикадельки, тевтельки. И для нашей семьи это было просто таким хорошим бонусом. Ну и плюс ко всему поджаренный вот до такой степени хлеб дает прекрасный цвет. Смотрите, какие классные сухарики получаются. Это раз и два. Мы часть сухарей замочим в сливках, в жирных. И размолотые сухари гораздо быстрее набухнут, пропитаются. Потому что если замачивать сухари вот целиком, то все-таки белый хлеб, он очень такой вязкий. Он очень хорошо держит свою структуру. И в котлетах он может не разойтись полностью. И последний. Так, вот смотрите. Треть сухарей я отсыпал. Это мы оставим для панировки. Мы потом с ними еще кое-что сделаем. А эти сухари я замачиваю в сливках. Потому что, как я уже говорил, горбуша очень сухая рыба. А жирные сливки дадут сочность и очень классный такой сливочный привкус. Рыба вообще, я говорю, что очень хорошо сочетается вот со сливочными продуктами. Со сливочным маслом, со сливками, с молоком. Помните, да, допустим, даже селедку вымачивают в молоке, чтобы она стала менее агрессивная. Вот такая кашица получается из сухарей и сливок. Отставляем в сторону набухать. Теперь рыба. Максимально забираем от этой рыбы все самое лучшее. А самое лучшее в горбуши, это, разумеется, филе. Удаляем кости, плавники. Вот здесь вот видно, что рыба претерпевала перезаморозку. Но это обычное явление. Потому что когда рыба у брюшка уже становится такой, разваливается, это тоже явный признак того, что хранилась она не в очень хороших условиях. Но мы-то справимся с этим. Лучше, наверное, рыбу все-таки не размораживать вот до такой степени, как я. Она тогда лучше подается этой процедуре. Тщательно следим за тем, чтобы не осталось никаких костей. Но, кстати, надо горбуши отдать должность, что все-таки у нее костей, наверное, меньше всего. Но, слава богу, что рыба у меня пахнет хорошо. А то, бывает, купишь, а там сюрприз. Ну вот, смотрите, сколько у меня с одной горбуши. Кстати, такого небольшого размера получилось вот столько мяса. Как раз хватит, чтобы накормить семью. Так, ну и возвращаемся к моей любимой мясорубке, чтобы уже сделать фарш. Я не стал ее мыть после сухарей. Ничего страшного не произойдет, если там часть какая-то осталась. Готово. Друзья, мы все подготовили для того, чтобы сделать фарш. Давайте ненадолго прервемся. И затем ко мне обязательно возвращайтесь. Мы продолжим. Доброе утро всем, кто к нам только что подключился. Молодцы, что включили ТНТ с утра пораньше в воскресенье. Сегодня у нас горбуша, точнее, котлеты из горбуши. Из такой вот не очень неказистой рыбы. Мы делаем очень нежные, вкусные котлетки. Смотрите, если вы помните, те, кто смотрел нашу первую часть, помнят, что мы обжарили лучок. Он немножко остыл. И мы его добавили в фарш. Крайне необходимо фарш посолить. А также есть небольшой секрет. В рыбный фарш недурственно добавить чайную ложку сахара. Но когда вы, допустим, рыбу солите, я надеюсь, вы добавляете немножко сахара, помимо соли. Это делает рыбу более нежным, вкус более таким интересным. А здесь, как вы помните, у меня замочены сухари в жирных сливках. 35-процентные сливочки. Они сейчас уже пахнут классно. Так, петрушка и укроп. Я возьму свежие. И давайте нарубим. Так, ну на такое количество фарша Я возьму по несколько веточек. Конечно, к рыбе лучше, больше подходит укропчик. Он очень хорошо сочетается. Я обрежу вот эти бревна. Они мне в котлетах не к чему. И постараюсь как можно мельче порубить. Потому что должна в рыбе, в рыбных котлетах присутствовать какая-то свежесть. Добавим одно яйцо. Яйцо нам нужно здесь для связки фарша. Так скажем, для закрепления. Пройдемся смесью перцев. Сейчас я перемешаю. И это еще не все. Вымешивать фарш нужно тщательно. Потому что нужно, чтобы сухари, замоченные в сливках, соединились с рыбой полностью. Практически до однородной массы. Помимо всего прочего, в рыбу, я считаю, нужно добавлять мускатный орех. И я думаю, что никто не будет против, если я добавлю сок. Вот так вот, одной трети лимона. И быстро перемешиваем. Все. Я буквально стер из памяти ту унылую рыбу, которую вы видели в начале передачи. Сейчас это очень вкусно пахнущий фарш. Который уже понятно, что котлеты у меня сегодня получатся. Но котлеты-то котлетами. Это же еще далеко не все. Мы сейчас с вами переходим к приготовлению гарнира. Для гарнира я вновь разогреваю сковородочку. Я ее помыл. Беру лучок. Опять репчатый. Снова нарубаю. Половинку. Дело в том, что на гарнир мы будем делать жареный рис. Если бы мы взяли рис не вот такой, обработанный паром, а взяли обычный рис круглозерновой, то этот гарнир смело можно было бы назвать ризотто. Это немножко другое. Я взял еще немножко голландского лука, синего. Хотя это, по-моему, на даче у меня вырос какая-то помесь голландского лука и, наверное, все-таки шалота. Он просто не такой злой. Но это мои кулинарные фантазии, поэтому вы просто можете взять обычный репчатый лук и не париться. Наливаем оливковое масло. Побольше, друзья, побольше. Потому что у нас будет жариться здесь рис. Но сначала, прежде чем мы будем выкладывать сюда грибы, которые мы сейчас будем нарезать, лучок необходимо поджарить, чтобы он без какого-либо... Без какой-либо воды, которой в грибах очень много, начал отдавать свои запахи. Пока жарится лучок, я возьму грибочки. Разморозились они у нас. Водичку я немножко отожму. Здесь мне красота не нужна. Нарежу я достаточно крупно грибы. Шампиньоны мне, кстати, вот эти попались невероятно ароматные. Когда я их размораживал, на всю мою кухню стоял просто сумасшедший запах. Так, пошли грибы. И сейчас необходимо из грибов всю воду, которая в них осталась, выжарить, выпарить, уничтожить, ликвидировать. Сколько синонимов я подобрал. Но мы не скучаем. Мы берем перчик. Со вчерашнего дня у меня остался. Нам в гарнире необходимо какое-то такое веселое вкрапление, потому что рис с грибами выглядит достаточно уныло. Здесь у меня, как вы видите, лежит перчик чили. Он не просто лежит, он как бы намекает, что можно и меня добавить в этот гарнир. Но я не буду этого делать. Я просто говорю, что это будет вкусно. Но у меня дети. Добавляем перчик. Очень вкусный запах пошел. Жарим. Все это дело теперь практически до готовности. Слегка лишь можно добавить пару зубчиков чеснока. Даже один хватит, чтобы запах был более интенсивный. Что касается приправ, я добавлю сюда паприку. Она здесь присутствует в виде болгарского перца. И для цвета я добавлю немножко куркумы. Если у вас есть шафран, вам повезло. Можете добавить шафран. Точнее, это даже будет лучше. У меня нет. Давайте пройдемся перчиком. То, что гарнир-то он гарнир. Но, друзья, это, в общем-то, и самостоятельное блюдо. Как раз сейчас великий пост идет. Возьмите на заметку. Можете назвать это ризотто. Вот на самом деле, добавить сюда рис обычный, не обработанный паром, у вас получится ризотто. Но я не знаю, допускается ли в пост вино. По-моему, иногда. Если уж вы будете делать ризотто, то будет весьма кстати, даже обязательно, ну, для классического рецепта добавить сюда грамм 100 сухого белого вина. Будет интереснее вкус. Все, я думаю, что сейчас самое время добавить рис. Посмотрим, сколько его будет нужно. Готовится пропаренный рис быстро. Сейчас я помешаю, посмотрю. Да, я думаю, что этого будет достаточно. Сейчас самое главное, чтобы рис, видите, он стекленеет моментально. Вот именно вот этот обработанный паром рис моментально стекленеет, моментально впитывает в себя все эти вот пропитанные запахами масла. Но ему нужно все-таки чуть-чуть, чуть-чуть подсушиться, чтобы мы должны убедиться, что он полностью сейчас все себя заберет. И лишь после этого мы добавим сюда соль, воду, накроем и убавим огонь. Потому что соль сразу добавлять в рис не стоит ни в коем случае, потому что соль его разрушает, он начинает ломаться, крошиться. В общем, ничего хорошего не будет. Вот. Именно сейчас я щедро солю рис. И немедленно, пока соль тут не сделала свое злое дело, заливаю водой. Убавляю на тройку из девяти. Накрываю вот такой штукой. Нашему гарниру нужно буквально 15 минут, чтобы дойти до ума. Как раз хватит времени, чтобы немножко отдохнуть, посмотреть утренний развлекательный канал. Потом обязательно возвращайтесь, потому что мы начнем делать котлеты. Я вам покажу, как делается прикольный соус для вот этих вот самых котлет. Ну что, все живы-здоровы. Я надеюсь, вы уже позавтракали, потому что мы приближаемся к той стадии нашего сегодняшнего рецепта, где будет уже понятно, насколько это все вкусно сегодня. Я напоминаю, что мы делаем котлеты из горбуши. Как это готовить, я расскажу в четвертом блоке нашей программы. У нас уже готовится гарнир. Назовем это ризотто, но это все-таки жареный рис с грибами и овощами. Давайте сделаем сами котлеты, будем их формовать. У нас будет двойная панировка. Для этого я сделаю льезон, так называемый. Для этого в яйца. Можно добавить немножко молока. Я их чуть-чуть подсолил. Двойная панировка, знаете, что это такое, да? Это когда мы котлетки формуем, сначала окунаем в льезончик, потом в сухарики. Некоторые делают еще опять, еще вот так, да, такая вот большая панировка. Но я думаю, что для рыбных котлет не стоит сильно этого делать. Но и еще скажу, что, конечно, можно все-таки обойтись одними сухарями. Но, друзья, если бы у нас была бы какая-нибудь жирная рыба, то, конечно, можно было бы обойтись. То, что выйдет из нее, да и ради бога. Но у нас сегодня горбуша, хоть мы и добавили в нее жирные сливки, я все-таки буду стараться удержать сок внутри котлет. Поэтому я делаю двойную панировку. Можете в сухари добавить, допустим, сушеной зелени какой-нибудь. Но у меня зелень уже есть в фарше. И первым делом, что я делаю, прежде чем формовать котлетки, я разделяю фарш на порционные кусочки, чтобы определиться, сколько у меня вообще их получится. И вот что, где, если у меня остается немножко меньше, чем я делаю, то я это распределяю потом по остальным оставшимся котлеткам. У меня получилось 9 штук. Ну что, поехали. Форма котлет. Вообще котлеты, вы наверняка знаете, что существует множество разнообразных формовок, да, для котлет. Котлета – это вот такая, вот такой продукт, закругленный с одной стороны и с острым носиком с другой. Это называется котлета. Если это все делать сильнее приплюснуть, то это уже будет шницей. Если сделать из этого вот такой шарик, то это будет кефтелька. А я сделаю, с вашего позволения, беточки. Вот такие. Круглые, слегка приплюснутые. Да, но для начала я шарик опускаю в лизон. Затем сухари. Почему я делаю беточки? Да потому что форма у меня, видите, небольшая, а у меня их аж 9 штук получилось, поэтому просто из соображений экономии места для запекания. И у меня получаются великолепные беточки. Отлично выглядит. И так же делаем шарик. Делаем кефтельку. Обмакиваем в лизон. Обваливаем в сухарях. И из кефтельки делаем беточек. Пришлось мне разделить. Один не вошел. Получилось у меня 8 беточков. Давайте их ставить в духовку. Так, духовка у меня нагревается. Температура 190 градусов. Рассусоливать котлеты рыбные не нужно. Они должны сразу хорошо схватиться при высокой температуре. Не надо, чтобы они раскисали. У нас остается совсем немного времени до их готовности, поэтому давайте быстренько приготовим вкуснейший и интереснейший соус. Для этого мы опять берем репчатый лук. И поскольку это соус, конечно же, нарубаем его как можно мельче. На плите у меня нагревается сотейник, которым я обычно готовлю соусы. В сотейник я добавляю сливочное масло, потому что поскольку у нас сливочная основа везде, то и здесь соус тоже, он у нас тоже будет готовиться на сливках. Соответственно, лучше подойдет родственный продукт. Масло сильно здесь в данном случае разогревать не нужно. Желательно просто его растопить. И очень нежно лучок обжарить до прозрачности. Не более того. Соус очень простой. Он вам наверняка понравится. Простой-то он простой, но скажу, что, ну вот на мой взгляд, это один из лучших соусов, который подходит именно к рыбе. И именно вот к такому блюду, которое мы делаем, именно вот котлеты из банальной горбуши, к вкусу, который мы привыкли с детства, который уже надоело, и нам не кажется горбуши каким-то таким продуктом невероятным, да, то есть это все обыденно. А здесь мы все-таки пытаемся облагородить блюдо, выставить его в наилучшем свете. Вот лучок начинает у нас, смотрите, как видите, уже обжариваться со всех сторон. Все, на этом хватит. Выливаем 150 грамм сухого белого вина. И сейчас нужно выпарить алкоголь. А именно довести до кипения. Вот, смотрите, алкоголь начинает выходить. Да. Пары пошли. Лучше, друзья, использовать вино какое-нибудь полусухое, полусладкое, то есть какой-то с ластинкой, чтобы было. Но не крепкое. Давайте немножко добавим к вину еще более изящных ингредиентов, а именно цедру лайма. Сразу как пошло сочетание лайма и запаха вина виноградного, можно с ума сойти. Красиво, правда? И пахнет вкусно. Алкоголь вышел. Убавляем огонь и вводим в сливки. Приблизительно 200 грамм. Вот, смотрите, как они сразу начинают густеть. Только нужно сейчас сливочки прогреть. Посолить соус. Добавить чайную ложку сахара. Добавить немножко сушеного укропа. Чуть-чуть. Сушеные петрушки. Чуть-чуть. И прогреть. Желательно бросить одну лаврушку. А здесь смотрите, что происходит. Вот. Гарнир наш почти готов. И вот мой соус. Закипел, я тут же выключил огонь. Ему нужно немножко постоять. Ему нужно немножко настояться, чтобы он немножко загустел. Гарнир наш доходит. К котлетке уже осталось минут 10. Поэтому давайте прервемся. Потом возвращайтесь. Будем подавать. Я расскажу, как я это приготовил. Дорогие наши утренние телезрители. Очень хорошо, что вы досмотрели аж до четвертого блока нашу сегодняшнюю утреннюю телекухню. У нас все готово. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Достаем. Давайте будем уже это называть все-таки не котлеты, а биточки. Поскольку это они и есть. Биточки. Смотрите, какая красота получилась. Они пышные. Они сочные. У меня все получилось. Гарнир. Ризотто это не назвать, потому что мы использовали пропаренный рис. А ризотто, как правило, выглядит как рисовая каша. Поэтому у нас жареный рассыпчатый рис с грибами и овощами. Наш сливочный соус на основе белого вина тоже готов. Давайте подавать. Я воспользуюсь кулинарным кольцом, чтобы было интереснее. Выкладываем жареный рис с грибами, который, кстати, может являться и вполне основным блюдом. Если вы соблюдаете пост, слегка прессуем и вуаля. Берем биточки. Берем соус и поливаем сверху биточек. Раз. А вот, собственно, вспомните, что было на нашем столе в самом начале, какая унылая рыба лежала, горбуша, и что мы имеем на выходе. И поэтому, думаю, будет весьма не лишним, если я вам напомню, как я это готовил. Итак, готовим уже не рыбные котлеты, а как мы назвали, рыбные биточки. Чтобы придать более интенсивный вкус рыбному фаршу, батон лучше всего не просто подсушить, а подпечь в духовке. Запах печеного хлеба сделает рыбный фарш более привлекательный. Пропускаем сухари через мелкую мясорубку. Одну третью часть замачиваем в жирных сливках, поскольку горбуша самая сухая рыба. Обжариваем на сливочном масле мелко рубленый лук до прозрачности. Филе горбуши пропускаем через мясорубку, зелень укропа и петрушки мелко нарезаем. Делаем фарш. Соединяем горбушу, замоченный в сливках сухари, пассерованный лук, рубленную зелень, солим, перчим. И для скрепления можно добавить яйцо. Я так и сделал. Вымешиваем фарш, оставляем минут на 15. Делаем гарнир. На оливковом масле обжариваем репчатый лук, грибы и нарезанный кубиками болгарский перец. Делаем это практически до готовности. Добавляем сырой рис. Лучше в данном случае взять рис, обработанный паром. Хорошо выжариваем, чтобы рис пропитался ароматами масла. Добавить пол чайной ложки куркумы, немножко паприки, посолить, залить кипятком, накрыть крышкой, убавить огонь и держать на плите до готовности, минут 15. Затем формуем котлеты. Для этого мы сделали льезон из двух яиц и 50 грамм молока. Маленько взбили и посолили. И также используем оставшиеся сухари. Формуем котлеты в виде сначала шарика, обмакиваем шарик в льезон, затем обваливаем в сухарях, делаем приплюснутую форму, таким образом у нас получаются беточки. Выкладываем все в форму для запекания, ставим в духовку на 180 градусов, минут на 20. Чтобы приготовить сливочный соус для наших беточков, в сотейнике разогреваем сливочное масло, обжариваем на нем лук до прозрачности, добавляем 150 грамм белого сухого вина и выпариваем алкоголь. После этого добавляем 300 грамм жирных сливок, доводим до кипения, выключаем огонь, солим, перчим, можно добавить сухих трав, укропа или петрушки, например, чайную ложку сахара и лавровый лист. Даем прогреться. Ну и подаем вот в таком виде, в котором вы уже видели. Друзья, включайте нас на следующие выходные. У нас впереди еще очень много кулинарных экспериментов и открытий, поэтому не бойтесь этих экспериментов, пробуйте их на вкус, смотрите нас, всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok